Хозяин не просто решил восстановить свой старый трактор К701, но сделать гораздо большее. Скрестить его с тягачом Volvo FM. Я сегодня расскажу вам, как у него это получилось, какие основные этапы доработки были, а работа здесь была проделано немеренно, а также мы с вами обязательно на нем прокатимся, посмотрим, насколько комфортнее стала работа механизатора. У владельца был в распоряжении старенький К701, еще 80-х годов выпуска с ЕМЗ-шным двигателем, мощностью 300 лошадиных сил. И был тягач Volvo FM с 9-литровым двигателем, мощностью 380 лошадиных сил. Задача была их скрестить, а именно пересадить на Кировец кабину для большего удобства механизатора и пересадить двигатель, чтобы возросла производительность трактора. Ребят, что касается кабины. Кабина была взята у тягача Volvo вместе с фрагментом рамы и поставлена на переднюю полураму Кировца. Но для этого сначала передняя полурама была слегка удлинена в передней ее части, в носовой части, иначе просто не помещалась. То есть заимствование вот это вместе с рамой, оно позволило сохранить 4-точечную подвеску пружинную вот этой кабины вольвовской. Кабина, кстати, FM. И это, конечно, плюс для комфорта работы механизатора. Также было сделано вот такое отверстие в задней стенке кабины и врезано туда лобовое стекло от УАЗика 469 для того, чтобы была возможность работать с задним ходом на тракторе. Это немаловажно. И также для работы с задним ходом была установлена камера. Давайте посмотрим. Вот здесь она установлена. Камера заднего вида. И изображение выводится на монитор на передней панели. Вот тоже очень удобно. Я не знаю, конечно, насколько она в поле будет долго оставаться чистой, но тем не менее, какая-то возможность работать с камерой все-таки есть. Субтитры сделал DimaTorzok